Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. 1 на 1 в штрафной Волгаря Сергей Самодин. У Яченко это уже второй гол в этом сезоне и тоже с 11 метров. Первый он оформил тоже на Металлурге. Тогда крылья Советов победили луч энергию 2-0. А в матче с Волгарем у самарцев было предостаточно моментов увеличить счет на табло. Однако у футболистов хромала реализация. Главный тренер Андрей Тихонов таким состоянием дел в команде недоволен. Нам не хватает удачи и исполнительского мастерства в завершении. Поэтому мы сегодня могли несколько мячей больше забить. И в других играх мы тоже могли больше забить. Но вот эта натурность в счете 1-0 нам не дает расслабиться и показать чуть больше. Поэтому говорю, что у нас команда и строится, и мы хотим играть хорошо. Но не бывает все сразу. Почти весь второй тайм крылья владели мячом. Имели еще несколько отличных моментов порадовать болельщиков. Обстрел ворот соперника шел с разных дистанций и направлений. Не помогли увеличить счет в матче и многочисленные стандарты – угловые и штрафные. А вот на последних 10 минутах игры самарские футболисты устроили пожар на поле. Не обязательно ошибки и суета в центре, и в своей штрафной могли привести к ничьей или даже поражению. Однако положение спас галкипер Евгений Конюхов. В итоге 1-0 в пользу крыльев. Хотел бы, чтобы здесь, наконец, не было частых смен тренеров и, следовательно, персонала всего. И если будет стабильно здесь, и будет идея какая-то длинная, то я думаю, что Самара может получить хорошую команду, которая будет, как гордились, что никогда не выбывали из премьер-лиги. Дай Бог, чтобы эти времена пришли и команда радовала болельщиков. После шестого тура в ФНЛ сменился лидер. Им стала Калининградская Балтика. После поражения астраханский «Волгарь» опустился на вторую строчку турнирной таблицы. Теперь у трех команд одинаковое количество очков, укрыли в советах питерского «Динамо» и «Волгаря». Однако по разнице забитых и пропущенных мячей самарский клуб занимает третье место. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! Продолжение следует...